Здравствуйте! Я Татьяна, и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Мой добрый зритель, я вернулась домой. И пока я путешествовала, меня на почте ждала посылка. Великолепная, шикарная посылка. Я вам сейчас её покажу. От доброй феи Леночки Орловой. По коробочке с брошками можно понять, от кого посылка. Лена, огромное-огромное спасибо. Хотела сегодня выйти лицом к лицу и дела вязальные снять. Но мне осталось вязать моей косыночке буквально моточек и ещё недомоточек. Я это сегодня вечером, надеюсь, всё довяжу. И уже в следующем ролике мы с вами встретимся. Я вам хоть одну готовую работу покажу. Хотя, ой, не факт. Утону в подарках и забуду про косынку. Вру. Я всё довяжу, всё успею. Итак, давайте смотреть на необыкновенно красивые моточки. На протяжении всей демонстрации пряжи кадр будет украшать парочка маркеров. То ли это каштан, то ли это чесночок. Я не знаю, но прелесть. Такая прелесть. Лаконичный цвет мой любимый. Вот такая прелесть. Покажу её поближе. Эстетическое наслаждение. Ни больше, ни меньше. И, наконец, к моточкам. Уезжая на отдых, я чётко знала, какие планы вязальные меня ждут по возвращению. Но, конечно же, эта посылка внесла коррективы. Из всей пряжи сразу я вязать не буду. Буду ориентироваться на летние вещи. Но мимо вот этой пряжи пройти не смогу. Она меня покорила, заворожила. Вся пряжа меня покорила, заворожила. Но здесь я уже вижу или такой неказистый, словно с чужого плеча, широченный джемпер или кардиган. Потому что пряжа великолепно подходит под деревянные пуговицы. А имя я брежу. Я пока не знаю. Но раз процесс пошёл, на каком-то я остановлюсь. И в ближайшее время из этой пряжи я начну вязать. Далеко я её убирать не буду. Это пряжа Freya. Состав просто великолепный. 38% хлопок, 32% полиамид, 17% альпака, 13% шерсть. 13 плюс 17, 30, 30 плюс 38, 68% натурального состава. Великолепие, великолепный. Цвет номер видно. 50 грамм 205 метров. У меня 10 моточков упаковка. То есть от души можно связать всё, что задумается, любой длины. И ширина, конечно же, спицы 4, 4,5. Обожаю этот номер. Безусловно, пряжа мягко говоря. Не из дешёвых. Рассматривать её можно бесконечно. Я даже не знаю, сколько здесь цветов. Несколько оттенков бежевых. Несколько оттенков рыжих. И несколько оттенков там, где перемешались. Рыженький с бежевым. Чудо. Все вот эти шишибрики, неровности. Очень я люблю в пряже. Просто приветствую. Сейчас мы посмотрим поближе саму нитку. Так, вот я показываю близко. Готовая к раскрытию ниточка. То там, то там некие утолщения. Люблю повернуть моточки, как бы спрятав этикетку. Сразу представляю текстуру, фактуру будущего изделия. Обожаю, когда пряжа словно пыль смахивает вот с моих полочек. Иногда спящих, иногда работающих. Вот это полочек творчества. Поэтому смотрю и наслаждаюсь. Увидев эти великолепные моточки. Любимейшего мной цвета серого. Состав почитав. Сразу изменилась своим принципом. И еще раз обратилась к Толю. В начале зимы обращалась. Крысынынька, давай тебе свяжу шапку и снуд. Великолепный, теплый. Но где там? Твердит, что у меня есть. У меня есть. Да, действительно, снуду 150 лет есть. Так он еще и не носит. Он еще и не носит. Там уже заканчивается зима, скоро весна. В общем, 100 тысяч отговорок. Я никогда не навязываю. Никогда не навязываю. Я сам попросит, свяжу. Но вот увидела я почему-то шикарный мужской шарф в комплекте с шапкой. Конечно, конечно, я переориентируюсь. Это и жилеточка чудес. И свитерок. Да все, что угодно. Вот все, что угодно. Но вот первая остация у меня была именно такая, которую я сказала. Думаю, возьму-ка я и ластанчик. Тонюсенькая ниточка. Совершенно не будет заметна. Хотя к шапочке это может быть к первым сантиметрам. Но ведь прелесть была. Прелесть была. Вот никто даже и не увидит. Но нет. Здесь 70% шаурволи шерсть и 30% альпака. Прелесть. Полностью натуральный состав. Называется. Это пряжа. Вот так цвет. Очень хорошо сфокусировался. 90 метров 50 граммов. У меня тоже упаковка. И спиц номер 6. Это вообще прелесть. Смотрите, как маркеры прекрасно подходят. Вообще, куда ни положи. Рассмотрим поближе. Очень хорошо выражена скрутка. При этом ниточка даже слегка пружинит. Пышная, словно воздухом наполненная. И вот всем, кто просит показывать нить поближе, я это делаю. Смотрю на пряжу и вижу не только шапочки, снуды, картигана, джемпера, свитера. Вижу детский плед в коляску. С невыми рисунками. Какой он красивый будет. Или косами. Вижу детский комбинезон. Какой он будет тепленький. Если я буду вязать именно себе. И именно плечевое. Никто не мешает мне тот же снуд шапочки. Это мне достаточно. Прям за глаза. А если что-то плечевое. То буду сочетать с другой пряжей. Например. С той же, что была в этой посылочке. Сейчас мы рассмотрим. Многим знакомую. Кому-то не знакомую. Альпаку Букле. От Дропс. В 50-граммовых мотках 140 метров. 80% альпака. 15% шерсть. И 5% полиамид. Очень хорошо по составу подходит к предыдущей серой пряже. Если вдруг захочется комбинировать. Хотя я пока еще просто рассуждаю. Только мысли вслух. Не больше. Впервые об этой пряже я услышала. Сейчас я покажу поближе. Моток. Когда. Много-много лет назад. Аленушка Абель. Прислала мне. Какой приятный букляшка. Прислала мне. Буклированную пряжу. Бобинную. Размотанную. Сейчас мы посмотрим. Сначала. Дропс. Вот такая красота. Я не поленилась. И принесла эту пряжу. Не помню. То ли 90% шерсти. 10% полиамида. То ли тоже 95 на 5. Но многие зрители писали. Когда я показывал платье из этой пряжи. Когда я показывал варежки из этой пряжи. Кто-то в комментариях спрашивал. А где взять аналогичную? И многие писали. Что похожа она как раз на вот. Альпака букле. От Дропс. И сейчас есть возможность у меня сравнить эти две нитки. Итак. Вот ниточка от Дропс. Немножечко подвинься, дорогая. И мы положим ниточку бобинную. Ну что, они действительно могут быть взаимозаменяемыми. Вот это чуть-чуть потоньше. И основы видно как бы больше. А эта вот ниточка потолще. Очень много лет назад. Много-много рукодельниц писали, что это нитка. Потому что Алена... Даже Алену спрашивали, как зовут. А как называется. Она говорит, не знаю. Есть только бобинки. Я ничего про нее не знаю. И вот аналогичную пряжу называли. Именно букле от Дропс. С букляшом благороднейшего серого цвета. В одном мешочке лежал букляш изумительного розового цвета. Эти цвета, конечно же, великолепно сочетаются между собой. И можно заколор влочить спокойно. А маркеры как будто порозовели. Посмотрите. И серенькие превратились в розовенькие. Чудо. Но и сами по себе эти два цвета прекрасны. Еще раз скажу номер цвета. 5-1-1-0 серенький. И 3-1-2-5 розовый. Вот такие чудесные букляшки. Просто великолепные. Вся пряжа настолько шикарна. Благородна. Просто потрясающая. Думаю, с какой пряжи начать. Показывать. Обзор посылки. Какой завершить. Но вот какую пряжу не возьми. Все вишенка на торте. Все вишенка на торте. И я вам покажу сейчас. Вот это мягкое чудо. Невероятного цвета. Здесь и абрикос. Какого? Абрикосового. С розовинкой. Кремовый оттенок. Я не знаю вообще просто как цвет назвать. Волшебно. Вот. Скажем так. Волшебного цвета. Альпака. Альпака суперлайт. Суперлегкая. Если я напутала меня в комментариях, поправьте. Пожалуйста. Я всегда с удовольствием. 54% альпака. 24% полиамид. 22% шерсть. Хорошо сфокусировался цвет. Моточки по 25 грамм. 199 метров. Спицы рекомендуется. 3,5-4. Это такую нежность вязать, оставляя воздух, конечно. Увидев моточки, я сразу поняла, что это альпака на шелке. От Drops. Брашт альпака силка. Потом думаю, нет, нет, нет. Сама себя поправляю. Это же мохир. Мохир на шелке. Но потом, когда увидела этикетку, поняла, что это совсем другая, чудеснейшая пряжа. Но сначала мне моточки напомнили именно то, что я уже держала в руках. Я не знаю, кто как. Я могу рассматривать это таинство и волшебство вообще бесконечно. Сама по себе нитка хороша. Можно паутиночкой. Можно не вот ярко выраженной паутиночкой, а полотном, который стремится к плотности. А в подмод, если есть примерно такого цвета пряжа, здесь, конечно, нужно смотреть на состав, чтобы они не враждовали между собой. И слегка так вот даже не припылить, припушить, наверное. Да-да-да-да-да, правильно, припушить. Получится очень благородное изделие. Главное не забить. Не забить. Спицы нужно подбирать осторожно, потому что альпака красавица. Она любит плечи расправить. Она любит показать, кто здесь хозяйка после вот этого прелести. Я считаю, это вот невесомая прелесть. Ну и вторая часть нашего обзора брошки. Помню, как Лена еще на заре открытия своего канала в одном из первых видео сказала, я могу выйти на улицу и забыть накраситься. Но забыть нацепить брошку нет. Увидела и упала. Как это будет смотреться на джемпере белого цвета, черного цвета? А уж на тельняшечке не бело-голубой, а именно вот серо-черной тельняшечки, например, да? Бело-синей тельняшечки. Это что-то с чем-то. Лен, вот одна эта рыбка была бы великолепным подарком ко дню рождения. Спасибо тебе огромное. Я настолько сражена и потрясена всей красотой. Посмотрим, есть ли автор. Есть. Вот, девочки, прям сфокусирую. Людей, которые могут творить такую красоту, где бисеринка к бисеринке, блестяшечке к блестяшечке, пайеточке к пайеточке. И форма половников передается разным цветом. И фактура и бусинок. Я в восторге. Я сама рыбка по гороскопу. А рыбки у меня уже две. Еще одну Лена мне дарила. Но тут словно прям, знаете, в Красное море попало. Какая прелесть. Красавица. Серьезная такая, красивая. Прям как я. Цветочки. Ну, это моя тема, конечно. Я люблю цветы. На любой однотонный джемпер, на любое однотонное изделие эта брошечка подойдет. Потому что цветочкам уместно расцветать абсолютно везде. И вот мне казалось, что пайеточки, правильно я называю, или не знаю, этот материал неправильно, они по цвету потемнее к серединке и светлее к краешку цветка. А вот так, если я поверну, допустим, на этот лепесточек посмотреть, вот так немножко поворачиваю, и все пайеточки становятся темными. То есть у них преломления света разные. Или вот так. И они становятся более светлыми к серединке. А именно вот так. И согнуты лепестки таким образом, что игра цвета происходит. Потрясающе. И здесь тоже бисер, микробусинки, пайетки. Евгения Ворона. Это, конечно, просто произведение искусства. Посмотрите, с какое скопление бисеринок и шелковые ниточки, вышивка шелковыми нитками в середине цветочка. Оранжевая, розовая. Телефон чумеет, его можно понять, я даже ругать не буду. Чумею, мой хороший. Сама чумею. А уж как выигрышно смотрятся любые насекомые в брошках. И это что-то с чем-то. Мухи, пчелки, шмели. Такое разнообразие. И я еще просто не видела похожих букашек. Показываю близко, чтобы можно было посмотреть. Вот это все творят ручки. Вот это все творят ручки. Так, вот так сейчас я красоту. Чудо. Автор. Ага, тоже Евгения Ворона. Конечно, один шанс на тысячу, что Евгений меня смотрит. Ну, огромное спасибо. Остается только поражаться, что умеет делать ручки этой женщины. Лен, огромное тебе спасибо. За такой, ну просто, великолепный подарок. У меня как раз в планах связать на лето. Я понимаю, что не только желтые. Может быть, даже не на желтом цвете это и лучше бы смотреться. Но тем не менее, где-то я вижу брошечку контрастно, а где-то я вижу брошечку в цвет. И у меня столько планов на летние изделия из хлопка, из хлопка, шелком, желтенького цвета. Где-то как минимум одну-то маечку, футболочку я свяжу. И это вот пчелкам ушко, я не знаю. Будет смотреться потрясающе. Посмотрите, я хочу еще показать ювелирные работы усики. Ювелирные работы. Вы только посмотрите, как не скучно будет этим брошкам. У меня благодаря Лене складывается целая коллекция. Рыбка, да? Она будет плавать не одна. Она будет плавать вот с этой красавицей. Мушка, шмелечек, пчелка. Как обрадовалась уже имеющаяся у меня насекомая, когда встретила. Ой, прелесть. И они, главное, разные. Посмотрите, какие они разные. Цветочек. Цветочек, цветочек. Он тоже будет не один. Все по парочкам. Это не подарок. Это подарище. Я еще раз сердечно благодарю Лену за такой, ну вот как сказать, шикарный, потрясающий, великолепный, что не скажи, все мало, да? Подарок. Просто скажу огромное сердечное спасибо. Спасибо тебе, мой добрый зритель, за внимание. Наша традиционная фраза сегодня как никогда оправдана. До новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...